Каждый учитель и преподаватель практик обязательно имеет коллекцию собранных у учеников ошибок. Обычно, когда ученик приходит на индивидуальный урок впервые, он приносит с собой невероятное количество заблуждений, оговорок и ошибок, которые никто никогда у него не поправлял. Я считаю, что это самая большая беда, которую носят с собой все желающие изучить английский язык. Я, конечно, имею свой собственный рейтинг популярности ошибок учеников, вновь пришедших ко мне, и мы вместе всегда делаем и проводим огромную работу по избавлению от ошибок. Ошибки бывают очень разные. Ошибки бывают такие, которые называют окаменелостями. Они похожи на динозавров, которые лежат в глубокой вечной мерзлоте. Я имею в виду в сознании, в памяти ученика, в его мозгу, в его прошлом. И такие ископаемые ошибки бывают достать оттуда очень сложно или иногда даже невозможно. Только огромное количество занятий, времени, работы над собой самого ученика помогает избавиться от этих недостатков. Ну и, конечно, в моем рейтинге всегда есть самые популярные ошибки вновь пришедших ко мне учеников, которые я пытаюсь в первую очередь обсудить в своих видеороликах. Итак, очень популярная ошибка – неправильное произнесение приставки «dis» в словах Я не знаю, почему эта ошибка настолько популярна, природа ее у каждого ученика очень разная, но мне кажется, что это гораздо сложнее произносить таким образом, как произносят ученики, ошибаясь. То есть, что я имею в виду? Эти слова обычно произносят «dislike», «disabir» и так далее. Не буду повторять. Вообще, взрослым ученикам опасно, я бы сказала, по исследованиям ученых повторять неправильные версии. Поэтому как можно меньше концентрируйтесь на том, что неверно, и как можно чаще, с определенными промежутками времени, повторяйте правильные варианты. Итак, «dislike», «disappear», «dishonest», «disagree», «disbelieve» – это правильные варианты произнесения приставки «dis». Вообще, когда эта ошибка от вновь пришедших стала уже по своему количеству зашкаливать, за все разумные пределы заходить, я начала проводить собственное исследование и искать, каковы же корни, почему и сколько в английском языке слов, в которых начальные три буквы «dis» могут звучать как «dis». Когда я провела собственное маленькое исследование с помощью своего электронного компьютерного словаря, я нашла три слова, которые явно выделяются из всей этой компании. И должна вам сказать, что в этих трех словах сочетание букв «dis» даже не является приставкой. И, конечно, звучание у этих слов отличается от тех, что только что были написаны на доске синим цветом. Итак, возможно, вы удивитесь, но «дисней» по-английски будет «дизней». Это, в общем-то, мало кто знает. Я редко встречаю людей, изучающих английский язык, которые сталкивались с произнесением этого слова по-английски. Еще раз повторю. «Дизней», «дизнейленд», «дизней ворлд», «волт дизней». Затем, «дизаст», слово довольно знаменитое, особенно на старших уровнях английского языка, где речь идет о всякого рода бедствиях стихийных, которые нам время от времени устраивает природа. «Дизиз», «дизиз» – это синоним слову «илнес», «болезнь», и оно тоже чаще встречается на довольно серьезных уровнях английского языка. На начальных уровнях чаще можно встретить, скорее всего, «илнес» или даже «сикнес», недомогание. Поэтому у меня к вам большая просьба. Если вы считаете, что в вашем английском языке этот вопрос еще не подлежал такому внимательному рассмотрению, оглянитесь, послушайте себя. Правильно ли вы произносите слова «Дисlike», «disappear», «dishonest», «disapprove», «disney», «disease» и «disaster». Продолжение следует...